У нас под Хабаровском только что прошел первый дальневосточный слет российского движения школьников. И сегодня у нас в гостях сразу два гостя. Ирина Ивлева, заместитель начальника управления, начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Хабаровского окрая. И Александр Воробьев, председатель регионального отделения российского движения школьников. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот что это за движение такое школьников? У нас, я знаю, есть там юнармия, да? Там более-менее понятно. Там Министерство обороны этим занимается. Что касается движения школьников, еще всероссийского, что это за организация? Какие основные цели, задачи? Ну, если мы говорим о российском движении школьников, то юнармия – это одно из направлений российского движения школьников. А если мы говорим о вновь создаваемой организации, уже созданной – это Российское движение детей и молодежи, РДДМ, то это общероссийская общественно-государственная организация, детско-молодежная организация, которая создана была вот-вот в этом году. 20 апреля школьница из Севастополя на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» предложила президенту Российской Федерации Владимиру Путину создать организацию, которая объединила не только детей, но и молодежь, уже более возрастных людей. И глава государства поддержала эту инициативу, и 1 июня, в День защиты детей, в Москве на площадке ВДНХ уже прошел первый всероссийский слет детских общественных организаций, который так и назывался «Первый в 21-м», то есть первый слет в 21-м веке. И уже 14 июля был принят федеральный закон о создании в России Российского движения детей и молодежи. Александр, а можно к вам вопрос? Вы все-таки молодой человек достаточно, вы не были пионером, соответственно, вы, наверное, не представляете, как это было. Хотя, с другой стороны, может, и хорошо, что вы не были пионером. Но, скорее всего, да. Если мы говорим о свежесоздаваемом РДДМе и его предшественнике, Российском движении школьников, собственно, которые я и возглавляю, это структура очень похожая на пионерию в том плане, что она собирает под собой всех самых социально активных детей. Именно не академически одаренных, хотя и академически одаренных тоже есть целое направление наука, но социально активных. Но только если задача пионерии была это воспитание активиста, комсомольца, гражданина Советского Союза, строителя социализма, то у российского движения школьников, которое впоследствии, собственно, превратится в РДДМ, мы сейчас планируем делать опрос по поводу вступления, миссия одна единственная – счастливый ребенок, вырастающий в конкурентоспособного взрослого. Мне кажется, вы лукавите. Мне кажется, счастливый – это именно то, что вы сказали в начале, возможно, за исключением строителя социализма, ну, заменить на строителей капитализма. Я с газами понял, что на самом деле в пионерии ничего плохого не было. И особенно, вы же помните, на самом деле там идеологии особенно не донимали. Там действительно требовалось, чтобы ты был активным, честным, порядочным. Согласна? Абсолютно согласна. Так эти цели будут и у российского движения детей и молодежи, и эти же задачи. Так, а что они будут делать? Они будут как-то собираться пионерские лагеря, или что, зорька какая-то, поднятие флага. Я не знаю, какие будут действия вот в связи с этим? Это будет огромная детская организация, значительно превосходящая по объему и масштабу все те детские организации объединения, которые у нас есть сейчас в рамках России. Это, грубо говоря, будет точка сосредоточения усилий всех органов, институтов, занимающихся воспитанием детей, институтов, которые дают детям какие-то возможности в одном месте. То есть все будет проходить внутри этой огромной детской организации, в которую ребенок может вступить. Смены во всероссийских детских центрах, окружные слеты, мероприятия, волонтерские события. Все-все-все-все будет в рамках одного движения. Это такой провайдер-оператор, один общий штамп, где можно понять, куда поехать отдыхать на лето. Я просто не совсем понял. Потому что ты не помнишь. Ты был пионером? Я даже в октябре-то не успел. Последний год кто не успел. А вот на самом деле, вы же согласитесь, именно пионерская организация все это и делала. Там действительно занимались и отдыхом школьников, и трудовыми лагерями, и учебой. И по сути, это возрождение пионерской организации. Просто ее называют немножко по-другому. Ну, для наших зрителей более старшего возраста, если легко, то можно объяснить именно так. А если говорить в целом о пионерии как о воспитательном инструменте, ну, а никто не будет спорить, что пионерия была уникальным и очень эффективным воспитательным инструментом, то российское движение детей и молодежи в этом плане, да, преемник пионерии абсолютно. Ирина Михайловна, вы хотите возрождение? Да, нет, я хочу дополнить, что пионерия, она же имела возрастные ограничения, да. Ты шел в третий класс, ты становился пионером. Ты пошел в седьмой класс, ты становился комсомольцем. А здесь организация детей и молодежи, она объединяет уже и то, и другое. А вот как предоставить всем какое-то увлечение по интересам? Как охватить? Это ведь разные абсолютно возрастные категории. Согласитесь, подросток – это одно, ребенок – это другое. Ну вот как раз на слете, я думаю, Александр сейчас об этом более подробно расскажет, ребята как раз и планировали направление деятельности, которые им бы были интересны. И они не были чем-то таким, что мы не ожидали, да. Это было как раз то, что мы ожидали, то, что дети делают, этого они и хотят. Они хотят лидерское направление, они хотят развивать КВН, дети хотят развивать активность свою волонтерской деятельности. Это все было и это и будет, потому что это интересно. Вы знаете, у меня просьба, можно показать адрес сайта, во-первых? Главное, что отличает это движение от пионерии, что у пионеров не было своего сайта. А сайт теперь есть. Так вот, вы можете туда зайти и покажем. Там, в принципе, ответы практически на все вопросы вы найдете, потому что там, в принципе, все понятно. Там понятно, чем будут заниматься. Ну, вы знаете, да, пожалуйста. Отвечая на ваш вопрос, собственно, как сделать так, чтобы всем было комфортно и все интересы детей разного возраста были удовлетворены. Очень просто. У нас сейчас проходит всероссийский конкурс соавторов движения, где мы детей спрашиваем, а каким вы видите движение? И какое оно было бы для вас? По этому случаю у нас на слете была организована целая форсайт-сессия, где все дети, это 230 человек из 7 регионов Дальнего Востока, разбились на команды и сделали свои объемные предложения по деятельности движения, которые будут зарегистрированы однозначно и однозначно пойдут в рамках участия в этом конкурсе. Но если даже ребенок не был у нас на слете, любой ребенок Хабаровского края и вообще в целом России может поучаствовать в конкурсе. Он так называется конкурс соавторов детского движения. И свою идею, которая беспокоит лично его, то, чем он хотел бы заниматься, предложить на рассмотрение в рамках работы российского движения «Детей и молодежи». У нас телефонный звонок, да? Тамара Михайловна, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вот слушаю ваших гостей и вспоминаю свое детство. Я 60-го года рождения. И, честно говоря, вот когда Советский Союз развалился, говорили, что очень много было идеологии на воспитание детей. Что я сейчас слушаю, я просто в ужас прихожу. Вот говорят, 230 детей из семи регионов какие-то там мысли свои сказали. Сколько детей в семи регионах у нас? Наверное, несколько тысяч. 230 никак не могут сказать мнение всех детей. И вот эти вот люди, которые гости ваши, это же люди, они же не знают детских проблем. У нас сейчас идеологически детей задавили так, что просто вот я боюсь, не дай бог, чтобы я была сейчас ребенком. Это просто страшно. Томара Михайловна, мы вас поняли, да? Давайте дадим нашим гостям. Именно до этого самим детям, как я понял, удали высказаться. А что за идеи, кстати, были? Да, давайте тогда вот к идеям, которые вот эти 230 человек предложили. Да, к ответу на вопрос Тамары Николаевны. Тамара Николаевна, прекрасно. Тамара Михайловна, да, прошу прощения. Прекрасно понимаем, ну, не все детские проблемы, но их значительную часть. У всей команды педагогическое образование. А почему именно 230? Потому что мы физически не смогли, к сожалению, больше принять в рамках той территории, на которой мы проводили. Был проведен профильный отбор. Ребята со всех регионов присылали портфолио. Участников было больше полутора тысяч. Только тех, кто подали заявки на отбор. И 230 лучших из них вот у нас приняли участие в мероприятиях. А идеи-то какие предлагали они? Что они сами-то хотят? Ребята хотят... Да разного на самом деле хотят ребята. Ребята хотят проекты, связанные с IT-тематикой. Ребята хотят продолжения проектов российского движения школьников. Особенно киберспортивной лиги и рободрон. Как ни странно, многие дети увлекаются робототехникой прям полностью. Ребята хотят большего количества волонтерских центров и более полезных дел социально направленных. И это, наверное, та тематика, которая не меняется от года к году. Просто по причине того, что времена меняются, а ценности-то остаются. Еще насчет идеологии. У меня было, когда все это обговаривалось, тоже были такие сомнения. После того, как я зашел на сайт, я вообще посмотрел обсуждение. Можно еще раз показать сайт? Там про идеологию вообще ни слова. Там исключительно про досуг, спорт, культурные какие-то увлечения. Идеологии вообще никакой нет. На мой взгляд, наоборот, не хватает немножко идеологического содержания. Мне кажется, этим тоже надо заниматься. Вы знаете, можно сделать... Я просто чуть-чуть скептически отношусь вообще, в принципе, к многим темам. И это, наверное, такой здоровый скепсис. Это неплохо, как мне кажется. Своё оправдание скажу. Но вот смотрите. Я смотрю на своего сына, ему почти 14. Я понимаю, что его сейчас интересует новый айфон, вышедший, и игры в PlayStation, по большому счету. Вот что касается самих школьников, насколько они проявляют интерес к этой организации. Потому что одно дело собрать лучших из лучших, 230 человек, это хорошо. Но основная масса школьников, они ведь интересуются абсолютно разными вещами. Как заинтересовать вот этих молодых людей, как раз прийти в организацию. Тем более, что у нас сейчас курс на индивидуализацию, да, в большей степени. И чтобы вот они влились в какое-то движение. Вы сказали, что ребёнок играет в игры. Ну, да. А в какие конкретно? Ну, не будем. Ну, да, давайте не будем в рамках рекламы. Нет, я знаю, что это GTA, это в игре. Да, я вам больше скажу. У нас есть такое мероприятие, которое называется «Киберспортивная лига российского движения школьников». Победитель этой киберспортивной лиги, он у нас есть, кстати, в Хабаровске, проводились, дважды выигрывал ребёнок, привозит с собой миллион рублей на обучение в финале. Помимо того, что ребёнок просто играет в любимые игры, он ещё проходит обучающий курс по информационной безопасности, по тому, как безопасно и экологично для себя вести свои социальные сети и не оставлять цифровой след, который в дальнейшем может каким-то образом повлиять на его жизнь. Ну и, собственно, общаясь со сверстниками, проходя вот этот информационный курс, ребёнок ещё и зарабатывает миллион, который он потом потратит на своё обучение. Грубо говоря, три курса в самом-самом приличном вузе страны он себе уже обеспечил. В завершение ещё раз скажу, что, в принципе, российское движение школьников, оно только формируется, и это мне напоминает время создания пионерской организации. Когда я когда-то изучал историю, то первые несколько лет, когда объявили о создании, сами дети точно так же вырабатывали кодекс, правила поведения, собственно, и чем они, пионеры, потом занимались. Мне кажется, сейчас уникальное время, когда сами дети могут свои условия игры придумать. Не только условия игры, но дети могут придумать эмблему движения, дети могут придумать девиз, дети могут придумать направления, проекты. Поэтому сейчас очень большой простор для того, чтобы ребёнок воплотил все свои желания. Эмблема обязательно нужна. Конечно, брендинг, он необходим всегда. Да, и, возможно, какое-нибудь более звучное название всё-таки придумать. А в рамках конкурса с авторов дети в том числе и придумывают название. Вот «Российское движение детей и молодёжи» – это не конечное название. Там дальше открываются кавычки и идёт название. Спасибо, спасибо. У нас в гостях была Ирина Ивлева, заместитель начальника управления, начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки края. И Александр Воробьёв – председатель регионального отделения российского движения школьников, которое, видимо, будет называться уже как-то иначе, когда в следующий раз придёте, да? Вполне возможно.